ну вот мы едем дальше посмотрели все основные достопримечательно и на десерт осталась у нас такая вишенка на торт это природный парк для ваниль или еще его называют крокодиловой фермой хотя на самом деле там не только крокодилы там множество разных животных в основном даже не крокодила эти маврикийские черепахи все это мы потом увидим тут опять у меня случился казус в связи с тем что высунулся из автомобиля в камеру дул сильный ветер воздух и получился очень сильный шум и мне приходится теперь записывать звук вот именно этот момент пока мы едем заново скажем так догонку но ничего страшно посмотрите что у нас за окном я хотел показать какая вот обстановка это юг маврикия вообще как там что происходит какие растения какая атмосфера вообще чем люди живут в основном 90 процентов попадаются все что более менее ухожено там засажено сахарным тростником сейчас очень интересное место мы выехали водитель сказал что берег моря скажем так и очень красиво но купаться здесь нельзя рифы и вот высокая волна из по родителей волны может быть там интересно у нас как бы жить дальше банановые плантации индийский ну вот проехал плантацию там бананы сейчас пальмы там какие-то посажены кокосовые другие пальмы не растут вот и все ближе практически на самой конечности острова ну как бы я скажу что юг острова он там более как культуре чем север как тут все как-то на одном уровне везде интересно там если сюда приедете есть возможность если там парой арендовать автомобиль у нас все-таки довольно большой коллектив и но решили что если будем делать какие-то выезды на общественном транспорте или на такси но это чисто наш выбор мы никого ничего не заставляем делать пусть каждый принимает сам решение вот опять мимо проезжали проезжаем мимо плантации сахарного тростника это как бы такой вот основной пейзаж острова естественно жарко температура высокая влажность очень высокая и вот мы уже все подъезжаем буквально пару секунд мы подъезжаем к парку ля ваниль посмотрим но достигли мы основной цели нашей сегодняшней поездки парк ля ваниль или еще называют ее по ферма крокодил крокодиловая ферма вот но здесь кроме крокодилов есть другие животные вот здесь видны черепахи игуаны еще какие-то звери посмотрим вот тикет офис крокодильчики там крокодиловое мясо подают вот они любимые пока дайл гена он внизу блин так инфраструктура развита Рот изолентой заявленный, чтобы не цеплялся. Нельзя. Они же фотографируют. Ты не хочешь крокодилом сфотаться? Тебе побольше надо. Тут нашли клетку с летучими мышами. Не знаю, через сетку будет видно что-то или нет. Вот они там ногами болтаются. Маленький один, один большой. Большой это мамаша, а маленькие дети. Впереди черепаховая гела. О! Ходим посмотрим. Да, срам какой. И не боятся ничего. Маленькая черепашка. Добрая. Маленькая черепа. Интересно, а кусится или нет? Ну иди проверь. Давай мне два дневника. Ну вот еще. Ну какая. Не боится ничего. Мой дом, моя крепость. Ох, сколько их каков тут много. А я раньше столько маленьких этих степных черепах видел. Они там сухопутные. Маленькая черепа. Ну как, растения растут. А что, я так так. Вбежать будет подредка. Не верю. Вбежать будет подредка. Сумун. У нее зубов нет Давай, давай все Вов, иди меня сними Пошли, тупо, какая она, та зевала Ты ей весь пеник не суй Ну ешь ты, ешь Не бойся Ну вот так, побежала куда-то Летит как метеор Пошли ты туда посмотри, там взять внимание Держи Вот это, вот где, вот это Вообще, вот эти щитки Ну все, на, держи Во, вот Во Две пучки Стопы Вот это самая сгиневая, локальная Какая? Вот это, да, вот это Вот это я снимаю, да, вот тут Перепап' Вот это я снимаю, да, вот тут Сейчас нападет на меня. Ешьте, ешьте. Их тут много. Несколько десятков точно. Вон они сидят спрятались под жары. Злая черепата. Пошла плавать. Купаться в родную стихию на болото. Всё, спряталась. Голова в воде и всё хорошо. Теперь мы дошли до главного входа. Зоопарк. Ферма. Пойдём посмотрим, что здесь есть. Надеюсь, диких животных нет. Фонарики китайские висят, всякие украшения. На прошлой неделе китайский Новый год был. Не сняли. Они отмечают, потому что у них где-то один процент китайцев живёт. Как бы такое коренное население. Отмечают все праздники. Этот флаг Маврикия, если кто видел, красная, синяя, жёлтая и зелёные полоски обозначают как раз вот эти четыре религии, которые на Маврикии дружно, спокойно, без всяких конфликтов проживают. Красная – это индусы, индийская религия, индуизм. Голубая – это христианство, жёлтая – китайцы и зелёные – мусульмане. Видели мы тут всех, все живут хорошо, дружат друг с другом, ладят. И никаких межнациональных и межрелигиозных конфликтов нет. Значит, можно, если очень хочется. Кучаёк. Вот и что. Золотой рыбки. Японский карась. И где-то тут ещё низкий кракаюк обитает. Что-то его не видно. Какая дева, большая рыбина. Там крокодил ещё, может быть. Крокодайр. Так она вверх туда тоже седина? Да я не знаю, если бы нет. Нет, тут никого нету. Да, мы заблудились. Но не будем плакать. Ну вот и середина. Бамбуковая роща. Все в надписях. Типа здесь был Федя и Вася. Он, кстати, настолько молодой. Целый бамбучок. Что-то такое. Высокий и красивый. Здесь ещё две игуаны. Вот одна. И вот та вторая. Искал-рыскал, больше ничего не нашёл. Вон ход. Активные. Чем они питаются? С черепахами живут. Дружно. Дружно. С черепахами живут. Дружно. Не ссорятся. Черепаха, лемуру не враг. А тут кто? А, попугаи. Мавританские. Ого. Синие чешется там. Синие чешется там. Бамки. Будем смотреть. О! Я таких видел. В Индии макаки. Мелкие. Тут какие-то не агрессивные. В Индии были злые. О, ещё один там что-то листья спёр. Ну хорошо. В Индии жарко сейчас. Вялые какие-то. Вон там тоже сидят. Вон там тоже сидят. Вон там тоже сидят. Так, это очередная обезьянья деревня, там электрический ток идет, поэтому боятся. Вода не боятся, здесь водная преграда, поэтому тут открыто, и они на волю не выйдут. А почему? Потому что воды боятся, а там электрический ток по периметру. Где? Внизу, на первой стороне. Крыса, вон бежит. Пойдем. Решил сделать съемки в аквариуме, а тут вода такая мутная, что и рыб не видно. О, приплыла. Воду могли бы и почистить. О, боже, смотри сейчас близко. Вон. Что там? На стекле. Ну, не спрятался. Вот. Где? Вон. Вон. Вот этот не боится всего. Останет кто-то жахнул уже. А как выглядит? Угу. Стекло грязное, опять неудача. Вот он большинник. Настоящий крокодил. Камеру вы теперь вытащите отсюда, как и так. Рыба плавает, крокодил не ест. Интересно, чем его накормили таким большим? Лошадь, наверное, скормили. Опасные хищники. О, еще один. Бедолага. Смотри, какие красивые. Ну и под конец мы уже прошли кружок, посмотрели. Там все не снимал, потому что там много было одинаково. Там крокодил, несколько бассейнов. И в конце тут наши братья меньшие. Лошади. Конь. Живу. Маленькие лошадки. Маленькие, выносливые. Маленькие. Она сейчас тебя как цапнет. Утка. Гусь. Вон цыплята маленькие. Утята и гусята. Маленькие. И красная птица там. Вон он. Вон рядом с цыплятами. Ах, ты, Ира. Красная птица там. Красная птица там. Я павлины снимаю. Ох, дела. Это красные мне нравятся, мне их никак не поймать было, потому что они такие быстрые, они летают быстрее, чем я успеваю снимать Музыка 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 Ты еще отряхнись как собака Поросята Музыка Булат Музыка 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 А кто там за один? А кто там? Свети даже там? Нет, там ворота и все Купи ты Вот она, птичка, вот она, вот она. Ну вот и в принципе и все. На этом наш репортаж из Павликийского зоопарка заканчивается. Вот, поедем обратно, впереди нас ждет нелегкая дальняя дорога, часа полтора, наверное, ехать. Вот, мы сегодня не обедали, не перекусывали, я даже не пил ничего, не глотковатое, что-то жаркое, утомительно себя чувствую. Вот, будем отдыхать. Вот, пока, до встречи, увидимся еще. Продолжение следует...